Это наш старый телефон, самая обычная модель, но ей исполнилось уже 6 лет и кнопки стали двоить. Поскольку ремонт его не целесообразен, сам телефончик-то стоил где-то 50 долларов, ремонтировать его, я думаю, будет столько же, сколько купить новое. Я отправился в магазин в поисках нового телефона, изначально думал купить нечто такое же, примерно за ту же цену. А потом мне на глаза попалась совершенно другая модель принципиальная, и вот сейчас я вам продемонстрирую обосную свой выбор. Это телефон, но это не мобильный телефон, это домашний радиотелефон. Просто вот он такой вот необычный, скажем так, существенно отличается от большинства моделей. Так, все это достаточно миниатюрное, вот всего 10 сантиметров длиной, ну и 8 сантиметров шириной. Вот такая трубочка, похожая на мобильный телефон, чуть-чуть может быть подлиннее. Ну, в общем-то говоря, это базовый блок, кроме кнопки поиска трубки. В отличие от старого телефона, на этом базовом блоке нету кнопки автоответчика, и нет мигающей лампочки о пришедших сообщениях. Теперь все сообщения будут поступать непосредственно на трубку, и там же можно будет прослушать автоответчик. Ложится на базовый блок вот просто так вот, и защелкивается на магнитики, там маленькие магнитики, вот здесь вот. Очень, в принципе, удобно, то есть трубка не колышется, не ездит, очень стабильно лежит. За что же этот телефон заслужил покупки? Кто в нем такого необычного? Первое, это, конечно, дизайн, но дизайн бывает и получше. То есть дизайн я видел более привлекательный. Тут вот он так вот выглядит, немножко буквой Г. Небольшой минус это то, что подложка задней стороны белая, причем выбора цвета нет, да, то есть расцветка только одна. Это я в интернете смотрел. Они называют эту расцветку телефона белой, там в номере модели присутствует буква W, это означает white. Но никакого, на самом деле она скорее черно-серо-белая, никаких других вариантов на сайте Panasonic нету. Итак, он имеет цветной дисплей. Самое интересное в этом телефоне это то, что он подключается к сети Wi-Fi. Без этого вполне можно обойтись, это понятно, да, но тем не менее, если вы захотите чего-нибудь прикольного, то подсоединив его к сети Wi-Fi, вот здесь вот видите, вот так вот. Ну, он уже подключен к Wi-Fi, я уж не буду тогда, наверное, туда залезать или просто, видите, вот подключиться. Есть разные способы подключения, но тем не менее, сейчас этот телефон у меня подключен к домашней сети Wi-Fi. Ну, казалось бы, подключен и подключен, что мы с этого имеем? Сейчас я вам это продемонстрирую. Там поступает звонок на ваш домашний телефон, а телефон передает этот звонок в сеть Wi-Fi. И через специальное приложение на мобильных телефонах, в Android и в iPhone, этот звонок передается на все мобильные телефоны, которые зарегистрированы в этой Wi-Fi сети. Наберу свой домашний номер. Звонок приходит не только на трубку, но и на мобильные телефоны. То есть вы можете принять звонок с любой трубки, которая подключена в сеть. Контактную книгу, вот если вы хотите ввести в домашний телефон контактную книгу, все контакты или выборочные контакты отправить на домашний телефон вместе с картинками. Кстати, картинки тоже отображаются. Кроме этого, можно отправить фоновый рисунок, выбрать любую тему, отправить на этот телефон, отправить мелодию звонка. То есть преимущество в основном для себя я нахожу это то, что действительно можно отправить контакты все, можно принимать звонки, которые приходят домой, можно принимать, допустим, в трубку, у вас лежит в другой комнате, а мобильный телефон под рукой. Когда вы приходите, у вас, ну, обычно все-таки мобильный телефон подключается к своей сети Wi-Fi, вот, поэтому он подключен автоматически. И любой звонок, он моментально ретранслируется на вашу трубку, просто высвечивается, что звонок поступил на домашний телефон. Вы можете поднять трубку домашнего телефона со своего мобильного, находясь в другой комнате. Со своего мобильного телефона, находясь дома в своей сети Wi-Fi, вы можете выбрать, с какого телефона звонить, с мобильного, со стационарного, да. То есть, допустим, городские, у меня тариф на городской сети такой, что все звонки включены. Мне, находясь дома, выгоднее звонить с домашнего телефона на городские телефоны, да, то есть я за это не плачу. Поэтому, когда мне нужно набрать городской телефон, я могу поднять спокойно свою мобильную трубку, нажать «Набирать на городском телефоне» или прямо из «Контактов» набирать, используя мобильный телефон, но при этом он будет действовать как городской. Можно, опять же, дистанционно подключиться к автоответчику, прослушать сообщения, поступившие на трубку, но это же можно сделать и с самой вот трубкой, вот такой. Кстати, дополнительные трубки, по-моему, тоже продаются, то есть можно иметь к базовому блоку, ну, кому нужно еще, у кого достаточно большая квартира, еще там дополнительные трубочки. Вот приложение под названием «Смартфон Коннект», оно загружается уже с сайта Panasonic бесплатно, вру, сайта из магазина Android бесплатно, и точно так же оно выглядит примерно на айфоне. И точно так же можно управлять телефоном с айфона, и точно так же можно совершать звонки с айфона. Так, цена вот этого телефона, она, конечно, в Европе существенно ниже. Я посмотрел на сайте в Германии, он стоит 99 евро. В России его подают около 5000, ну, это, конечно, с учетом, ну, наших российских накруток. Ну, в общем-то, учитывая то, что обычный радиотелефон стоит где-то 50-60 долларов, более там продвинутый с автоответчиком, он стоит там где-то где-то 60 долларов, то доплатить чуть-чуть побольше, ну, в два раза побольше, но получить такую вот, ну, прикольную штучку, в общем-то, определенный смысл имеет. Единственное, что пришлось поискать его по интернету, в магазинах он так вот свободно в продаже не лежит, но если по интернету поискают, то все можно найти и заказать его. Вот я вот его заказал на Азоне, я его нашел, заодно попробовал сервис этого интернет-магазина. Еще что мне интересно, на самом деле, это вот сейчас вот горит, а вверху такой вот полумесяц, это я на нем настроил ночной режим. На предыдущем телефоне, по крайней мере, у меня такого не было. Я не знаю, может сейчас это стало общей функцией для всех, но смысл здесь в следующем, да, однажды ночью, не так давно, нас разбудили просто звонком в 3 часа ночи, кто-то, видимо, шутил и прикалывался. Я обычно, ну как, не выключаю телефон на ночь, или забываю выключать телефон на ночь, а здесь очень просто, здесь настраивается ночной режим, я вот мне вот настройки, звонки, вот ночной режим, ночной режим. Это можно первый пункт меню включить и выключить, второй настройка, когда, вот у меня вот сейчас вот стоит, ну, считайте, с 12 часов ночи до 7 утра, вот, телефон звонить не будет, да, вот такой вот режим. Можно выбрать задержку звонка, да, то есть выбрать, сейчас у меня звонок просто не будет звонить, но можно поставить, вот, из предлагаемых вариантов, то есть звонок будет звонить, и только в том случае, если человек вот очень упорно решил все-таки до вас дозвониться и согласен сидеть на трубке там 2 минуты, тогда раздастся звонок все-таки в итоге. Можно выбрать звонок только людям из белого списка там. Такая вот, я вот считаю, ценная функция, одна из самых ценных. Ну, кроме того, естественно, это уже во всех телефонах есть сейчас, там будильники, аоны, ну, автоответчик, это уже ни у кого не вызывает никаких этих удивительных возгласов, ничего такого особого нет. Ну, конечно, это не полноценная там операционная система, ни какой-нибудь там Android, где можно закачивать свои приложения, конечно, но я думаю, что это следующий шаг, и, соответственно, скачок в цене, ну, уже что-то, уже непростой домашний телефон, что-то такое интересненькое. Без этого всего, конечно, обойтись можно, как прочим, и без радиотелефона, пользоваться обычной проводной трубкой кому, а кто-то уже не пользуется телефоном. Я вот знаю, вот, некоторые знакомые у меня уже отказались платить за проводной телефон, поскольку все все равно пользуются мобильным, а в последнее время в Москве тарифы на стационарный телефон, в общем-то, сравнялись с тарифами на мобильный, так что, ну, каждый решает для себя. Там есть встроенное шумоподавление, и звук довольно качественный, да, вот это вот мне в этом телефончике понравилось. Могу рекомендовать вот пока. Там, кстати, есть и функция отправки смс, но все это зависит от поддержки сети. Я посмотрю, очень такая вот хорошая штука. Ну, еще раз, это вот эта вот модель вот этого телефона. Буква RUV на конце обозначает просто то, что это сертифицировано в России только, и всего ничего больше. И цвет Double V, цвет Val, White, но это единственный вариант, он на сайте Panasonic и на германском тоже только, рассветка, только одна. Это Samsung, модель 880Z5E. Это флагманская модель, можно сказать, сейчас Samsung, из размера 15 дюймов. Так, этот обзор уже после двухнедельного использования, накоплен уже какой-то опыт, и уже можно о чем-то сказать. Продолжение следует...